Ваерошка, как вы видите, он просто валивает как сумасшедший, потому что у него скорость десятка, это в прокачке, естественно. Управляемость у него, конечно, худая совсем, очень худая, потому что у того же Spider 8.6 управляемость, здесь 8.2. Но на этом минусы у Bugatti заканчиваются, потому что ускорение десятка, разгон десятка, торможение десятка, и все это вкупе нам дает просто отличную поворачиваемость и отличный разгон. Также неплохо еще и Veneno, но опять же это для тех, кто не закупает DLC и не хочет тратить очень много денег, хотя по ценнику Верон, конечно, по-решевле будет. Еще в S2 могу посоветовать вам для Ferrari, у определенных людей она частенько приезжает первая, и это круто, я на ней тоже однажды приезжал первый. Ну и не забываем мы про McLaren P1, который, к сожалению, своим конкурентам, в которых я сейчас перечислил, проигрывает характеристики, но тем не менее, тоже очень неплохо себя показывает в категории S2. Также у кого есть DLC, вы можете прокачать в категорию S2 Volkswagen Beetle GRC. Тачка очень обрезана в скорости, но она дико просто рвет на старте. Если вы умудритесь и уедете от людей сразу быстро на самом старте и в стартовой решетке, то вас уже как-то практически никто не догонит. Главное, у него хороший разгон, хорошее ускорение, хорошее торможение. Следовательно, если вы будете правильно проходить по правильной траектории повороты и не косячить, то будет вам прекрасный финиш на первом месте. Ну а на этом у меня все. С вами был Дмитрий Петрович.